За обсуждением двух опций Мельт и Плазм мы практически забыли о третьем альтернативном варианте, о котором в принципе и все время забывают. Это огнемет. Огнемет всегда был очень странным оружием, потому что чтобы хотя бы выстрелить из огнемета, нужно подвести своих парней вплотную и поставить их ближайшими к врагу, иначе ты не сможешь положить огнеметный шаблон, которым раньше стреляли огнеметы, а подходить вплотную к врагу, которого ты хочешь пожечь. А обычно ты хочешь пожечь толпы, ведь огнемет он был против толп, это был шаблон, который эффективнее всего работает, когда накладывается на много моделей. А толпами кто у нас ходит? Обычно это хтхшники, которые хотят прийти в ближний бой и тебя там разобрать своей толпой. Вы можете вспомнить хоть один отряд стрелючий, который как толпа. Ну, наверное, только лутозы. Остальные стрелючие отряды имеют малое количество моделей, типа девастаторов, там, колобков и так далее. То есть уже в изначальной концепции огнемета лежит неразрешимый парадокс. Ты должен быть ближе к тому, кому ты ближе быть не хочешь. И ладно бы, у огнемета был бы страшный профиль. То есть ты рискнул, подошел близко, но так вдарил, что всем стало не до тебя. Но это всего лишь четвертая сила с пятым АП, то есть выстрел из болтера. А кого, когда пугал выстрел из болтера? Даже тяжелый огнемет пятая сила, четвертая АП. Что? И только особые огнеметы в исключительных случаях имели смысл. Как, например, знаменитый Бейл Флеймер, огнемет у дракона. Но смотрите, там сразу сошлись несколько эффектов. Во-первых, шестая сила, которая всех вундила на 2+, с четвертой Афной. Во-вторых, третий АП, который игнорировал практически любой армор в игре. И, наконец, Торрент. Огнемет клался не от модели, а в 12 дюймах от нее. Это было страшное оружие. Целая эпоха, когда на столах появились драконы, и все парни в третьем арморе решили посидеть дома. Это было в начале шестерки. Но смотрите, как только любой элемент из этого меняется, сразу огнемет превращается в говно. Например, 6-3 огнеметы были у Ландрейдера Спейс Маринов, одной из модификаций. Но так как у них не было Торрента, их никто не боялся. Ландрейдеру нужно было приехать вплотную, чтобы из них пожечь, причем они были спонсонные. И сразу с двумя огнеметами пожечь было очень сложно. Или, например, 4-й АП на огнемете у Сол Гриндера. Тоже Торрент, тоже 6-я сила. Но АП 4-й, и это уже, ну, так слабенький огнемет, который, ну, сколько-то кубов накидает, но насмерть не убивает. Что уж говорить об обычном огнемете. У него не было ни шестой силы, ни нормального АП, ни даже Торрента. И поэтому, несмотря даже на низкую цену всего 5 очков, никто его никогда не брал. Все-таки огнемет в реальной жизни это тоже специфичное, но достаточно страшное оружие. Потому что, во-первых, у него есть психологический эффект. Все-таки сгореть заживо, ну, не самое приятное, что можно сделать в этой жизни. При этом запаха вот этой горелой плоти, он действует на всех остальных. Огнемет также изменял тактику ведения боя в закрытых пространствах. Ты не мог спрятаться от него в какой-то там комнатке, в здании, потому что просто тебя заливали этим огнем. И ты не мог никуда от него скрыться. Загорал к чертовой матери. Понимаете, на стороне огнемета играет само устройство нашего мира. Потому что стоит что-то только поджечь, оно, в принципе, начинает гореть само. И очень сложно удерживать горящую позицию. В Вархаммере, к сожалению, не учитывается ни психологический фактор, ни фактор распространения огня. Огнемет это было что-то такое очень непонятное, но с красивым шаблоном. Теперь нет даже этого шаблона. Все шаблоны убрали и превратили в рандомное количество выстрелов. И теперь огнемет может либо одно попадание сделать, либо шесть, как повезет. Это не зависит от количества моделей, в которые вы стреляете. Раньше ты хотя бы понимал, выбирая цели для огнемета, где сколько будет хитов от него. Теперь ты даже на это заложиться не можешь. Ну, то есть профиль остался таким же днищенским. Четвертая сила без АП. Ну, что пятый, что нулевой. Никто этого не боялся. И очень маленький рейндж. Восемь дюймов. Причем раньше хотя бы какой-то был действительно психологический момент. Нужно было вставать в антишаблонку, чтобы не получить много хитов. И иногда дракон сайму мог поймать противника, когда он плохо расставился. Например, там из ринки плотно выбежали или что-нибудь такое. Сейчас даже этого нет. Просто рандомное количество выстрелов. И, наверное, самое в этом смешное. У нас ковер и так стал днищенским. Просто плюс один к сайву. Но даже в таком виде огнеметы его не игнорируют, что делали раньше. И в этом хотя бы какая-то фишка их была. Хотя этого, конечно, не хватало им совсем. Но в случае, например, дракона это была чуть ли не главная штука. Ну, в сочетании со всеми остальными качествами Бэйл Флеймера. Но сейчас это выглядит очень смешно. Когда ты приходишь к чувакам, например, в третьем арморе, которые сидят в руине, пытаешься их выжечь огнеметами, они кидают против тебя второй спас-бросок. И на самом деле, в какой теперь жопе огнеметы, заметнее всего именно на Бэйл Флеймере. Потому что раньше это было оружие судного дня. Ты прилетал и мог выжечь к чертовой матери, там, всю тактичку из пяти пацанов, которая неправильно встала. Или нажечь огромное количество тела в отряде в большом, который сгрудился почему-то там. Ну, разные были для этого варианты. Теперь же эта штука убивает одну-две модели в тех же отрядах, которые она раньше снимала со стола. Потому что нет игнора ковра. Потому что шестая сила теперь пробивает всего лишь на 3 плюс 4 тафну. Потому что минус 2 к сейву это не третий АП, который просто игнорировал все, что было 3 и выше. И, наконец, у Бэйл Флеймера нет игнора ковра. И парни, сидящие в руине в третьем арморе, теперь кидают против Бэйл Флеймера 4 армор. А раньше, я напомню, если ты не кинул единицу, они просто улетали. Единственным совершенно парадоксальным плюсом огнеметов в восьмерке стало то, что они всегда автоматически попадают. И так как теперь у нас абсолютно по-другому работают самолеты, огнеметы автоматически попадают по самолетам и могут их сжечь. Что? Это один из тех багов, которые тупо не досмотрели при переводе седьмой редакции в восьмую. Объем работы был большой, и такие ошибки, они тупо неизбежны. Так что ГВ нужно полностью пересматривать механику огнеметов в игре. Концепцию, я бы сказал, огнеметов. Потому что сейчас, что есть огнеметы в игре, что их нет, абсолютно не важно. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok